Привет, друзья! Сегодня у нас в гостях Татьяна. Наша землячка переехала из Кемерово. Полгода прошло? Да, в мае мы приехали. В мае приехали. Мы очень рады, хотим вас с ней познакомить. Татьяна, расскажите, как вы, сам процесс переезда, как вы приехали уже в готовую квартиру, или тут жили, искали, покупали? Людям интересно. Ну вот мы приехали в 20-х числа мая и сняли в гостевом домике комнату и начали искать квартиры. Нас свозили сначала риэлторы, просто мы сами везде ездили, смотрели объявления, где что продают. Продают много очень в Анапе. Конечно. И в итоге мы решили, что нам нужно не квартиру без ремонта покупать, а купить квартиру уже с готовым ремонтом. И искали, искали, вот и нашли жилой комплекс «Морская Каргипия». Да. До моря 500 м. Кто нас смотрит, тот недавно видел. Мы как раз были возле этого. И купили, да. Уже с готовым ремонтом. Ремонт от застройщика, от строителей. Ну, простой, но чисто, все нормально. И с видом на море. Да, с видом на море. И сейчас купили еще и вторую квартиру в этом же жилищном комплексе. Тоже с видом на море. Пока нам все время хочется смотреть на море. В любую погоду. И закаты, и рассветы, и туман. Вчера был шикарный на море. Но вот пока отопительного сезона не было, сколько у вас получалось в месяц, вы платили за квартиру. Ну, вот летом мы платили, вот прям первые месяцы мы платили по 1700 за однокомнатную квартиру. Двое прописано у нас. Сейчас вот побольше стали, может быть, воды тратить. Ну, еще отопление, я так поняла, у нас не включено. Но последний у нас счет был 2400. 2400. Когда отопление включили? Или у вас центральное отопление? Отопление. Всегда змеевик у нас горячий все лето. В ванной он всегда горячий. То есть, отопление включили у нас две, наверное, с половиной недели где-то назад. Ну, вот как немножко похолодало. То есть, вы не мерзли? Нет, мы не мерзли. И сейчас нормально? В квартире даже без отопления, когда было на улице 10 градусов, было у нас 25-26 градусов. Седьмой этаж. Седьмой этаж. А солнце у вас когда в квартире? У нас солнце приходит после обеда. Ну и все. Мы не мерзли, нет. Вы на пенсии, а дочь ваша? Да, дочка у меня устроилась на работу. Работает в офисе продаж недвижимости. Продает квартиры, потыски, всякие варианты. Как фирма называется? Фирма у нас называется у дочери квартира Юг. Там у них несколько филиалов, вот они работают. Хорошая фирма, хороший коллектив. И все нравится. У дочери есть круг общения. Да, у нее уже не страдаете от одиночества. Ну, как бы некогда пострадать, пока я выживаешься. Но у меня уже есть тоже соседки, с которыми я хожу уже в бассейн, с морской водой зимой, которые приходят тоже к дочери рисовать. Общаемся все. Есть с кем общаться. Вот и с вами общаемся. Ну, прекрасно. То есть пока все нравится. Да, мне все нравится. У меня здесь всегда хорошее настроение. Здоровичие порядки. Жару пережили себе? Жару прекрасно переживаю. Ничего мне не смущало. Ну, жарко, но все это вполне терпимо, потому что в нашем Кемерово тоже было жарко в это время. В последние годы в Кемерово летом тоже жарко. Дома кондер помогает. Нужды нет выходить в жару, правильно? На улицу. Ну, если даже есть какая-то нужда пойти, то я все нормально перенесила. А как ветер? Ветер? Ветер не достал? Ну, ветер как бы немного более сильный в нашем районе, но все равно нормально. Несколько дней был сильный, а сейчас прекрасно опять. Хорошо. Возьмем у вас интервью зимой, когда будет холодно, потому что многие опасаются, что ну как жить у моря, и там ветер продувает насквозь все квартиры. Пригласите нас в гости. Приедем к вам, посмотрим. На вашу квартиру зимой. Конечно. Пишите, друзья, вопросы. Задавайте. Кого что интересует? Если захотите приехать, то поможем поискать варианты жилья. Конечно. Уже кто сам прошел, через это? У нас же может, по крайней мере, дать совет на какие-то вопросы. Много приезжих с севера, с Тибири, с Приморья, все едут и покупают. Нет, что значит советы? Теперь у нас есть просто риэлтор. А, риэлтор у нас тоже есть. Да. Мы под видео дадим телефон на адрес, пожалуйста. В общем случае, никто не обманит и всегда поможет. Ну, вот прекрасно. Хоть до всех рассказов про переезд, про цены на машины из города своего. Сколько можно их заплатить, чтобы привезти свои вещи. И надо ли их везти вещи? В том смысле технику и мебель. Да. Мы не везли технику и мебель. Мы тоже не везли. Мы на Лирке приехали. Так что, все можно здесь купить. В принципе, цены те же. Всем привет! Подписывайтесь на наш канал. А главное дело приезжать. Чем больше будет нас, кто приезжих людей, тем легче нам будет. Ежатчан, сибиряков. Счастливо, пока! Третьяков. 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 Продолжение следует...